Говорить о Евгении Ексушенко, который умер 1 апреля 2017 года. Это как бы мероприятие посвящено его памяти. Евгении Ексушенко, как мы с Ольгой Тимофеевной, когда готовились к этому мероприятию, вы знаете, мы для себя этого поэта открыли заодно. Ну, в школе мы его не проходили, естественно, в том, в те времена, да? И вот просто-напросто стихотворение, и вы знаете, вот на каждый случай жизни, в принципе, можно в его стихах найти ответ. И на каждое даже состояние души можно найти вот эти вот все это, его стихи, его строки ложатся на вот эти вибрации вашего настроения, вашей души. Знаете, стихи как будто вот эти, кто-то их подкладывает, и вы открываете и читаете, вот оно, вот оно. И вот снова и снова мы это открывали. Ну, вот сейчас я предоставляю слово Оле Тимофеевне. Вы знаете, что мы не могли остаться равнодушными, у нас так сложилось, что 28-е число вдруг внезапно вылетело, вы понимаете, человеческий фактор. И мы с Леной, знаете, даже не задумываясь, решили, что должны провести вот мероприятие, посвященное памяти Евгении Левтушенко, потому что стихи изумительные, замечательный, он интересный человек. Сегодня мы с ним познакомимся заново. Я думаю, он у нас побывает в гостях. Вот. Вы знаете, что свое мероприятие мы с Леной назвали «Людей неинтересных в мире нет». И сейчас я хочу вам прочитать это стихотворение. Оно было написано в 1961 году, посвящено было Сергею Николаевичу Преображенскому. Это известный журналист, автор, который исследовал романы Падеева. Кроме того, он занимал должность в журнале «Юность». А вы знаете, что первые стихи публиковались, как правило, наших поэтов, в 60-никах, к коим мы относятся, Евгений Левтушенко, публиковались в журнале «Юность». И вот сейчас для вас это стихотворение я постараюсь прочитать. «Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей с самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этот, в этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый страшный час. Но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой, все это забирает он с собой. Да, остаются книги, и мосты, машины, и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей, что знаем о единственной своей, и про отца родного своего? Мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возродить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Я думаю, очень четко это стихотворение передает даже дух, вот этот бунтарский такой, гражданскую позицию Евгения Яхтушенко. Я могу сказать, что это высоко нравственный поэт, потому что каждая песня несет в себе вот эту высоту духовно-нравственной прозы, стихов. Хочу я быть немножко старомодным, не то я буду временностью смыт, чтоб стыдно за меня не стало мертвым, познавшись в жизни старый добрый смысл. Хочу быть щепетильным, чуть не складным и вежливый на старый добрый лад, но оставаясь чутким, деликатным, иметь на подлость старый добрый взгляд. Хочу я быть начитанным и тонким и жить, не веря в лоск фальшивых фраз, а внемля глазу совести. И только не подведет он старый добрый глаз. Хочу быть вечным юношей зеленым, но помнящим уроки прежних лет и юношам, еще не отрезвленным, советовать, как старый добрый дед. Так я пишу в раздумья погруженный и чтобы сообщить все это вам, приходит яб уже преображенный, но тот же самый старый добрый яб. Вот такое стихотворение. В принципе, мы все хотим оставаться юношами, но с этим нашим грузом, этих лет, когда мудрость появляется, и вот он отразил это в своем замечательном стихотворении. Вы знаете, я вот, ну, тоже вот, так сказать, на этой ноте хочу прочитать такое стихотворение Бойтесь дональцев дары приносящих. О, бойтесь ласковых дональцев, не верьте льстивым их словам, покою в руки не давайтесь, иначе худо будет вам. Они вас хвалят, поднимают, они задуманно добры, и вас у вас же отнимают, когда подносят вам дары. Не отступайте, так, как просят, пусть видится за похвалой, не что они на лицах носят, а что скрывают под полой. Пусть зло сидит у вас в печенках, пусть осуждают вас, корят, но пусть не купят вас почетом, уютом не уговорят. Вы знаете, для меня вот Евтушенко, когда всякий раз мы на экране его видели, это поэты Андрей Вознесенский, была Ахмадулина Евтушенко, читали, помните, «Вечера в Политехническом музее». И вот эти вот «Вечера» в записи просматривала. Совсем недавно в памяти Евгения Евтушенко показывали эти «Вечера». И удивительно, он такой вот молодой, красивый и такой озорной, я могу сказать, и даже в свои преклонные года, мне кажется, он оставался таким юным, озорным мальчишкой. Это всегда какой-то яркий галстук или бабочка какая-то, или что-то такое, вот какой-то акцент на одежде делал. Ну да, он преподавал долгие годы в городе Талса и жил там, в штате Ахлахома, в университете. Владел четырьмя языками, владел свободно абсолютно. И в этом университете преподавал. У него, так сказать, и сложилась замечательная личная жизнь. У Евгения Евтушенко пять сыновей. Он четырежды был женат. Официально. Официально. Вот. И это замечательно, да? И вы знаете, в память о нем смотрела передачу. Его два сына вышли читать стихи отца. Ну, очень на него похожи. И вот это главное нерв такой евтушенковский чувствуется. Вот. Он был женат на поэтессе Белли Ахмадулиной. Потом жена была Галина Сокол Луконина. И есть у них сын Петр замечательный. Джен Батлер Ирланка. Вот. И сыновья Александр и Антон. От Ирланки родились. Вот такие два красавца. И еще Мария Владимировна Новикова. И сыновья Евгений и Дмитрий. 87-го года рождения. Вот. Вы такие замечательные. Ну, вы знаете, что... Можно я еще вот сейчас... Ну, я думаю, позволите прочитать еще одно стихотворение. Как он относился к женщинам. Тайна труба дура называется. Помимо той прекрасной дамы, играющей надмен на гамы, на клавесинах во дворце, Есть у любого труба дура, от всех скрываемая дура, но с обожанием на лице. Студится он ее немножко, но у нее такая ножка, что заменяет знатность ум. Порою дура некрасиво, но трогательно, не спесиво, когда приходишь на обу. Она ее черночку снимает, боль труба дура понимает, ему восторженно внимает. Все делает, что он велик. Порою чуточку краснеет, и труба дурь утешен, смею. Он просто он и тем велик. Я думаю, каждая из этих женщин помогла раскрыться таланту Евгения Евташенко. Он о них обо всех помнил, детей любил, всем помогал. Был, ну я считаю, что, конечно, талант, замечательный талант. Сегодня дальше мы будем читать только его стихи и слушать его песни. Его стихотворение не исчезает, не исчезает. Исчезну из меня, развоплотясь ты себя, исчезну. Себя самой навеки изменя, и это будет низшее, не честно. Не исчезай, исчезнуть так легко. Воскреснуть друг для друга невозможно. Смерть втягивает слишком глубоко. Стопнет он хоть на них, неосторожно, не исчезай. Забудь про третью тень, в любви есть только двое, третьих нету. Чисты мы будем оба в судный день, когда нас трубы призовут к ответу. Не исчезай, мы искупили грех. Мы оба не подсудны, не возбранны. Достойны мы с тобой прощения тех, кому невольно причинили рану. Не исчезай, исчезнуть можно вмиг. Но как нам после встретиться в столетиях? Возможен ли на свете твой двойник и мой двойник? Лишь только в наших детях. Не исчезай, дай мне свою ладонь. На ней написан я, я в это верю. Тем и страшна последняя любовь, что это не любовь, а страх потерь. Вот такое замечательное стихотворение. А теперь, я думаю, уместно будет послушать. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, А ходит в праздник, в суете, Разнообразный не тем. И он не степь ходит к деду, И тоже понимает это. И наш раздор не объяснил мы оба, Мучаемся с ним. Со мною вот что происходит. Совсем не так ко мне приходит, Мне руки на плечи кладет, И в другой меня крадет. А то, скажите, Бога ради, Кому на плечи руки класть, Та, у которой я покраден в отместку, Тоже станет красть. И не сразу этим же ответит, А будет жить с собой в борьбе, И неосознанно наметит Кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных Связей, дружб, ненужных Во мне уже осознаненность. О, кто-нибудь, Приди наружу чужих людей, Соединенность и разобщенность Близких душ. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, Походит в праздное суете, Разнообразное мнете. Со мною вот что происходит. Происходит со мною вот что происходит. Да, удивительные песни, потому что... Трогательные такие. Трогательные, да. Стихи с большим смыслом, понимаете, Вот просто она образовалась. Ты слушаешь, и в душе это все отдается у тебя. Вы знаете, когда мы делали подборку На песен для вас, стихов, То каждое открытие я говорила, О, а это Евтушенко написал. И, конечно, слава Богу, что он был с нами. И прекрасные вечера, И с Игорем Волгиным на канале Культура Были замечательные поэтические вечера, Где участие принимал Евгений Евтушенко. И, вы знаете, когда тоже готовились к мероприятию, Очень много интересных фактов в его жизни. Вот любимый поэт Евгений Евтушенко Был Александр Сергеевич Пушкин. Он его обожал, зачитывался, Томики собирал разные. И, вы знаете, что американцы обожали Евтушенко. Он был какой-то для них родной. И сравнивали его с молодым Бобом Диланом. Ну, наверное, кто-то... Вы, наверное, знаете, кто-то Бобом Дилан был. Гитарист. Да, да, да. Гитарист и певец. А вы знаете, что он дружил с Былой Ахматулиной и Шукшиным. И как-то раз, вот, встретившись с Шукшиным, Была такая вот интересная история. Мы знаем, что Евгений Евтушенко родился в Сибири, На станции «Зима». И Шукшин пристал люблял Евтушенко. Ну, первый раз, когда они встретят, что это какой-то суровый мужик из Сибири. Должен быть в валенках. И вдруг заходит. Такой красавец Евтушенко с галстуком бабочкой. Вот. А Шукшин сидит в кирзовых сапогах. Все это по-простому. Ну, естественно, у парней водка, водочка, селедочка, закусочка на столе. И он ему говорит, Шукшин говорит, ты пижон, говорит, Ты в своем этом галстуке бабочке, мол, ходишь. И вот было написано такое знаковое стихотворение, Замечательное стихотворение, которое отражает и дружбу, и любовь, и все сразу. Галстук бабочка. Сейчас я вам его прочитаю. Галстук бабочка на мне, Сапоги на Шукшине, Групно лата на кирза, Разъяренные глаза. Первое знакомство. Мы вот-вот стыкнемся. Придавил меня Шукшин, Взглядом тяжким и чужим. Голос угрожающий. Я сказать тебе должен. Я не знал, что ты пижон. Ширю украшаешь. Грязный скульпторский подвал. Три бутылки наповал. Закусь килька с тюлькой. Крик. Ты бабочку сыми. Ты со станции зимы. А с такой фитюлькой. Галстук бабочку свою я без боя не лиздаю. Говорю, не скиши. Не пижон я. Ерунда. Скину бабочку. Когда сапоги ты скинешь. Будто ни в одном глазу Стал Шукшин свою кирзу Стаскивать упрямо. Не напал на слабочка. И нырнула бабочка В голенище прямо. Под портянками он бос. И хохочет он до слез. Ты, однако, шельма. Хорошо за коньяком, Если ноги босиком И босая шея. Мы в одну прорвались брешь. Ну, хоть лазером режь. Брешь срослась бесследно. Боже мой, как все легко. Если где-то далеко. Слава, смерть, бессмертие. Вот и сродни не душ. Шукшина Евтушенко. Вот встретились. И вот такое замечательное стихотворение. Что-то нам всем присуща. Присущая возрастная болезнь. Я заболел болезнью возрастной. Не знаю, как такое получилось. Но все, что не случается со мной, Мне кажется, давно уже случилось. Приелись и объятия, и грызня. Надеюсь это временно. Надеюсь, что я внезапно вылуплю глаза Не наш нечто, Как на небоскреку не делится. Я в опыте, как будто как в броне. И пуля, корча из себя пилюлю, Наткнется, как на медальон, На пулю, давно уже сидящую во мне. И радость залетев на огонек, В отчаянии сбивая с крыльев блески. А душу, как о лампу мотылек, Броней прозрачной замкнутую бьется. Попробуй сам себя восстанови. Переболела плоть, переболела. И жуть берет от холода в крови, От ощущения. Это было, было. Вот я иду сквозь тот же самый век, Ступая по тому же силуэту. И снег летит, шипя на сигарету, На ту же сигарету, тот же снег. Повторы, запознание, расплата. И женщины, как будто города, В которых я уже бывал когда-то. Хотя не помню в точности, когда-то. Я еще жив, я чувствовать хочу. Все, как впервые, в счастье и на казни. Но повторюсь, если выслечу, И повторяюсь мордой в кровь опалу. Неужто же единственный ответ, Что в жизни, где лишь видимость просторов, Граница есть, когда познания нет, А только вариации повторов. Неужто не взорвусь, как аммонал, А восприму неслышно, растворясь, Что я уже однажды умирал и умирал. То есть повторяюсь. Так что повторы у нас везде, И все мы с вами это ощущаем. Наверное, вот такая песня знаковая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще знаменитейшая певица наша София Ротарова. Но взяли Муслива Магомаева, так как он был первым исполнителем этой песни. Вы знаете, я хотела сказать, что Евгений Евтушенко был честен сам собой и пытался эту честность передать в своих стихах. И мне кажется, вот он какой-то для меня это философ и учитель. Потому что очень много стихов Евтушенко было написано, мне кажется, для подрастающего поколения, для родителей. И вы знаете, я помню, как мы в школе переписывали стихи Евтушенко. Вот пыталась вспомнить, но не помню, помню там какие-то такие вот строчки. Но хотели вот прочитать для вас вот такое стихотворение. Стихотворение «Наставление» можно так сказать. Не надо говорить неправду детям, не надо их в неправде убеждать, не надо уверять их, что на свете лишь тишь да гладь, да божья благодать. Не надо по желанию своему морочить их несбыточными снами, учить не надо верить их тому, чему уже давно не верим сами. Солгавшие детям детство обезлюдят, подсунет им бесчестье, словно честь. Хоть видят же не только то, что будет, хоть видят ясно, видят то, что есть. Сладинка лжи, а трава в манной каше, писк лживый, не прощайте, ухутят. И нас потом, воспитанники наши, за то, что мы прощали, не простят. Вот такое наставление. Вы знаете, Евгений Евтушенко, он был авторами сценария, в киноавтографе оставил громадный след. Мы это вот с вами уже видим по, так сказать, песням, которые прозвучали в знаменитых фильмах, да? Вот он был автором сценария в фильме в 1964 года, режиссер Михаил Калатозов. «Якуба» такой был фильм. «Застава Ильича» Марлина Буксиева, 1965 год. И Евтушенко появляется в документальной вставке о вечере поэзии в Политехническом музее. Именно в «Заставе Ильича». В 1970 году вот такой вот режиссер Александр Велинский поставил фильм «Литературный концерт». И там тоже мы видим Евгения Евтушенко. Но 1975 год вообще знаковая ирония судьбы. И там звучат, конечно, Ильдар Рязанов и Микаэл Таравердиев вместе, они вот вместе, втроем с Евгением и Евтушенко, мне кажется, создали вот эту вот оболочку такую фильма. Которая, когда мы видим, как героиня идет, и уже без этих песен со мною вот что происходит. Не происходит ничего, наверное, на экране. А вот еще один такой фильм «Служебный роман» 1977 год. И уже здесь Андрей Мехов. Надо отдать должное самому режиссеру Ильге Рязанову, да? Что в умении подбирать вот эти стихи. Мало того, что он сам прекрасно писал, так еще он подбирал, да? В «Иронии судьбы» там очень много собрано авторов. И Белла Ахмадулина идет, и Цветаева, и Евгения Евтушенко. А вот здесь, вот в «Служебном романе» в основном вот его стихи и Евгения Евтушенко. С самого Рязанова стихи. Да, дело в том, что сегодня мы вольно или невольно, благодаря вот Евгению Александровичу, вспомнили людей, да, ушедших от нас, но так любимых нами, их творчество так любило нами. И вот вы знаете, одно из стихотворений, сейчас хочу прочитать Евгения Евтушенко, называется оно «Гены». Потому что просто так, наверное, ничего не бывает. «Гены». А дальше «Пра-пра-пра» И всем воскреснут на земле пора. И все деревья справа или слева, как генеалогические древа. На их ветвях российские синицы, а под корой — этрусские, ассирийцы. В движении соков от корней до кроны растворены рабы и фараоны. Потрогаем замшилые коряги, а нам из них откликнутся варяги. И партизанка вздрогнула в петле, когда из виселицы плачущей березовой раздался крик боярыни Морозовой от глаз фашистских, спрятанной в стволе. «Я трогаю тихонько ветку верную, в себя, как в древо поколений верую, глаза в себя опустим, в наши гены мы дети пьяны». И так далее. «Добро должно быть с кулаками» — Михаил Светлов из «Разговора». «Мне говорят, качая голову, ты подобрел бы ты какой-то злой, я добрый был, недолго это было, меня ломала жизнь и в зубы била. Я жил подобно глупому щенку, ударят, вновь я подставлял щеку, хвост благодушья, чтобы злее я был, одним ударом кто-то отрубил. И я вам расскажу сейчас о злости, о злости той, с которой ходят в гости, и разговоры чинные ведут, и щипчиками сахар чай кладут. «Когда вы предлагаете мне чаю, я не скучаю, я вас изучаю, и с блюдечка я чай смиренно пью, и когти прячу, руку подаю. И я вам расскажу еще о злости, когда перед собранием шепчут, бросьте, вы молодой и лучше вы пишите, а я в драку лезть. Покаместь не спешите, то я не уступаю ни черта. Быть злым к неправде – это доброта. Предупреждаю вас, я не злился, и знаете, я надолго разозлился, и нет во мне робости былой. И интересно жить, когда ты злой. Вы знаете, у Евгения Александровича очень много замечательных стихотворений. Но вот такие вот знаковые, которые записал он сам и прочитал, есть у нас в библиотеке. Вот Евгений Евтушенко «Голубь в Сантьяго». «Голубь в Сантьяго» – удивительная поэма, которая спасла жизни многим юным людям. Потому что настолько трогательная. И читает сам Евгений Евтушенко, вот я вам советую сегодня вот взять, и может быть вы до этого читали. Еще вот такая современная проза «Ягодные места». Вот, многие, наверное, брали, знакомились с этим, да? Вам понравилось, Николай Кидирович? Да, это 80-е годы. Вот, можете немножко подсказать, что это за ягодные места? Помните о них, нет? Ну, там, любовь, жизнь, в Сибири все это там. В Сибири он описывает Сибирь, да? Ну, ягоды там хоть есть? Конечно, в Сибири есть. Что это за ягоды? Ягодные места, на самом деле, наверное, иносказательно, да? Евгений Евтушенко имеет в виду. Да, иносказательно, что ягоды можно найти и в Ставрополе зимой, и в Оклахоме, и ягодные места в Сибири. Ну, там как-то непонятно даже, почему ягодные места там, про ягоды как бы... Про ягоды и ни слова, да? Он просто четко нам дает понять, что радость жизни можно встретить везде. И все его стихотворения посвящены чему? Жизни, да? Не дожжем, да, ягод. Вот Степан Сергеевич подсказывает. Да, ну, это... Да, ну, это... Пойдем искать, приглашать вас, ягодные лазыки. Бежит река, туманитая, бежит она, нядротня, ах, ковалев мне вполне хватает, Но нет любви хорошей у меня. Ах, ковалев мне вполне хватает, Но нет любви хорошей у меня. Сейчас я еще хочу одну песню, чтобы мы не прослушали, В исполнении Елены Камбуровой. Эта песня была вставлена, ну, собственно говоря, является Фильмином «В небе ночные ведьмы». Это как бы при примере праздника Победы, это очень актуально. И мало ее кто слышал. Когда вы песню на земле поете, Тихонечко он не отпоет. Погибшим я за Родину в полете, Мы вечно продолжаем наш полет. Мы ворсины тени безмолвные, Мы ветер и крик журавлей. Погибшим я в небе за Родину, Становится небо на дне, Мы дышим, согревая птичьи гнезда, Боюкаем детей в полночный час. Вам кажется, что с неба смотрят звезды, А это мы с небес глядим на вас. Здесь посвящена песня погибших за Родину. Начал писать рано, Но вы знаете, он такой вот задиристый был парень, И можно сказать, дух бунтарства в нем жил, Что одни даже из первых стихов, Вот он, первый сборник его стихов, Вошли за душевные сроки о Сталине. Сейчас вам немножко, Но вот раз вы спросили, сейчас зачитаю, В бессонной ночной тишине Он думает о стране, о мире, Он думает обо мне, Подходит к окну любое солнце, Тепло улыбается он, А я засыпаю, И мне приснится самый хороший сон. Вот такие вот писал стихи про Сталина. То есть, вы знаете, мне кажется, Этот человек был очень жизнерадостным, И таким вот жизнелюбивым, Несмотря на то, что он жил в Америке, Да, наверное, потому что, Ну вот он хотел вот это вот показать, Но вот эта русская разухабистость, И радость осталась в нем. И сейчас хотела прочитать как раз Стихотворение, Где он передает очень интересные строки, Такие о любви к Родине. Вот, Россию он, конечно, обожал. Он наше дитя, так скажем. Какая чертовая сила, Какая чертовая страсть Меня вела и возносила, И не давала мне упасть, И отчего во мне не стихнула, И отчего во мне не сгинула Моя веселая настыренка, Моя веселая несгибенка От того, что я рожден в стране, Для хлипких непригодной, И от рождения награжден Ее людьми, ее природой. В России вся моя родня, И нет, наверное, неизбывней, Где бы не приняли меня С участием, с лаской неизбывной. Я счастлив вдоль ее почетной, Моей спасительной ладанкой, Что на Печоре я печорский, А что на Ладоге я ладожский, И пусть я птица перелетная, Мечусь по всей России мучаясь, Всегда Россия перельет в меня Свою спокойную могущесть. А сейчас я поставлю... В каком году он уехал в Америку? Да в 1991 год. Вот он уехал, да. Ну, когда все и уезжали, В 93 годы. Когда здесь уже реализации практически не было. Его пригласили преподавать в университете, И он поехал преподавать в университете. И там действительно его ценили, уважали и почитали. Ну, а сейчас в заключении хотелось бы Вот вам такое стихотворение прочитать. Я считаю, что это анализ жизни, по сути дела, всей. Зашумит ли клеверное поле? Называется. Зашумит ли клеверное поле? Заскрепят ли сосны на ветру? Я замру, прислушаюсь и вспомню, Что и я когда-нибудь умру. Но на крыше возле водостока Встанет мальчик с голубем тугим И пойму, что умереть жестоко И к себе, и, главное, к другим. Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем, не как в песок вода, Но живые, те, что мертвых сменят, Не заменят мертвых никогда. Кое-что я в жизни этой понял, Значит, я недаром битым был. Я забыл. Казалось, все, что помнил, Но запомнил все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистый, Зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней, И сколько раз любили в жизни мы. Понял я, что тайно был причастен К стольким людям сразу, всех времен. Понял я, что человек несчастен, Потому что счастье ищет он. В счастье есть порой такая дупость. Счастье смотрит пусто и легко. Горе смотрит, горе с напотупостью, Потому и видит глубоко. Счастье, словно взгляд из самолета, Горе видит землю без прикрас. В счастье есть предательское что-то, Горе человека не предаст. Счастлив был и я, неосторожен. Слава Богу, счастье не сбылось. Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось. Я люблю вас, люди, человеки, И стремление к счастью вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, Потому что счастья не ищу. Мне бы только клевера сладинку На губах застывших уберечь, Мне бы только малую сладинку Все-таки совсем не умереть. У меня на таком грустном причине Какую-нибудь песню и все. Нет, мы песню вам поставим сейчас. Ну, такой грустный. А сейчас... Фамилия, это матери он взял. Да, фамилия его матери, да. Евтушенко. Да, фамилия его совершенно другая. Он вообще... Папа у него был геолог, Поэт-любитель Александр Рудольфович Гангус, По происхождению прибалтийский немец. А мама поэта Зинаида Ермолаевна Евтушенко. И вот он взял фамилию мамы девичью. Точнее, даже мама ему поменяла годы войны. Она ему поменяла, дала ему свою фамилию. И прибавила ему вот этот вот год. Точнее, убавила ему год. Она в 1933-м его записала, Потому что там надо было документы предоставлять. И чтобы этого не делать, Его в маме пустить в город там... Она ему убавила вот этот... Да, в пропуск. Она ему убавила. И дала свою фамилию Ермолаевну. Вот. А самое первое стихотворение Было напечатано в газете «Советский спорт» в 1949-м году. Ого-го, как давно. 17 лет, получается. Да, ого-го, как давно. Сейчас вот в память о нем Послушаем сейчас вот песню заключительную. Ну, я думаю, мы еще будем проводить эти мероприятия. Так тяжело. Это было на нас, так тяжело. Основная эта песня была популярна в 90-е годы. Она и сейчас там актуальна, и популярна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok